Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию, как живет харизматичный польский актер Павел Делунг и какие тайны собирается открыть своим русским поклонникам. Этого великолепного, потрясающе талантливого, красивого актера и мужчину наверное ни в одной стране мира не любят так, как в России. Здесь ему поют дифирамбы, объясняются в любви и с нетерпением ждут выхода каждого фильма с его участием и сожалеют, что их намного меньше, чем хотелось бы влюбленным в Павла зрительницам. Между тем, в его фильмографии уже более 80 проектов кино, но учитывая то, что Павел снимается во многих странах, на долю России приходится где-то около 30%. Павел родился и вырос в Кракове. В детстве серьезно занимался спортом, волейбол, легкая атлетика, футбол. Он даже документы после окончания школы подавал в Академию физкультуры. Правда, из-за сомнений, что спорт не будет ему интересен всегда, решил поступить еще и на юрфак Национального университета и высшую театральную школу. Прошел во все три вуза, но неожиданно для всех и для себя в первую очередь он выбрал профессию артиста и не прогадал. Его головокружительная карьера началась еще во время обучения. Талантливого студента пригласили в свой исторический фильм «Список Шиндлера» сам Стивен Спилберг. Это была неслыханная удача. Молодого актера стали приглашать на главные роли не только польские режиссеры, но и постановщики других стран – Франция, Венгрия, Германия, США, Австрия, Беларусь, Швейцария. Тогда же Павел взял себе псевдоним «Де Лонг». Ему казалось, это звучит благозвучнее его настоящей фамилии. В России актер появился в конце нулевых и был утвержден сразу на главную роль – капитана Отто Регнера в военном фильме в июне 41-го. Павел неплохо говорил по-русски, так как учил язык еще в школе. Но во время съемок он понял, что его произношение далеко от идеального и решил совершенствовать свои знания. А пока он шлифовал свой русский, во всех первых картинах его озвучивали другие актеры. Он стал часто работать с российскими и украинскими режиссерами. Подолгу жил то в Киеве, то в Москве, и ему тут же стали приписывать романы с красивыми актрисами, коллегами по съемочным площадкам. Особенно, если он вынужден был появиться с ними на примерах снятых картин, презентациях или кинофестивалях. Самого Павла эти слухи и домыслы чрезвычайно раздражали. Тем более, к тому времени он ни разу не был женат. Правда, имел сына от предыдущих отношений. Еще во время обучения в театральной школе Павел познакомился с однокурсницей Катаржиной Гайдарской, и у них возник роман. До регистрации брака дело так и не дошло. Но они несколько лет жили вместе и растили сынишку Павла. Так назвать мальчика захотела в честь любимого его мама. Сейчас Павлу-младшему уже 28 лет. Он не захотел стать актером, но работает в околокиношной среде, пытается заниматься продюсерством, работает на большом проекте. Актер тоже развивает свои частные проекты. Ему интересно не только актерство, а и написание сценариев, монтаж, постановка. Он продолжает оставаться таким же скрытным и прятать свою любимую девушку от посторонних глаз. Но понимает, как интересно его поклонникам и особенно поклонницам, не только творческая, но и в большей степени личная жизнь, решил приготовить для своих русских зрителей небольшой сюрприз. Зная, что любопытство в крови россиян и особенно россиянок, он написал автобиографическую книгу, где откровенно рассказал о своей жизни, в частности, приватной, о романтических отношениях, реальных, а не придуманных журналистами, и о последней любви. Книга уже была готова к публикации, но Павел решил, что кое-что утаил, и надо дописать еще несколько абзацев. Так что осталось совсем немного, и скоро мы все узнаем из первых уст. А пока лучше посмотрим какой-нибудь приятный фильм и насладимся гениальной игрой любимого и талантливого актера. Единственное, в чем пока признался Павел, это в бесконечной любви к премяннице Саре, дочери младшей сестры Дороти, которая тоже актриса и телеведущая. Брат и сестра очень дружны, живут совсем рядом, все семейные праздники отмечают вместе и часто вместе путешествуют. О, Сара вьет из меня веревки, я не могу ни в чем ей отказать, она украла мое сердце, я становлюсь пластилиновым рядом с ней, рассказывал актер. Мне, в свою очередь, хочется пожелать замечательному актеру счастья в личной жизни, успехов в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, огромное количество главных ролей. Пусть радуют своих преданных поклонников новыми интересными и классными работами. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А я всех благодарю за внимание, желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Удачи во всем и везде, успехов, ангела-хранителя, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok